Всем привет, ребята! На связи GrimOptimist и сегодня, как вы уже поняли, у нас будет видео по Warface. Я знаю, что среди вас есть многие люди, кто ждал этого ролика уже больше года. Именно столько времени прошло с моего последнего видоса по Warface. И так уж вышло то, что вот последнюю недельку я в него поиграл, так как, ну, во-первых, почему-то вот захотелось, я не знаю почему. А во-вторых, многие из вас в течение нескольких месяцев, последних мне писали то, что Warface сейчас стал гораздо мягче в плане доната и вообще, как бы, Mail.ru якобы как-то исправились. Мое отношение к компании Mail.ru всегда было и по-прежнему остается крайне негативным. Я искренне считаю то, что эта компания портит все, к чему прикладывает свои руки. Сразу же в проектах появляется адовый донат, попытки высосать бабло любыми способами, ну, вы все это знаете. Другое дело то, что в наше время сейчас появилось огромное количество конкурентов у этой компании, да, то есть других издателей, дистрибьюторов, которые взяли на вооружение механики Mail.ru, но сделали их еще более жесткими, там, Game.net и прочее. И на их фоне Mail.ru уже даже и не так убого выглядит, знаете, то есть такая вот забавная ситуация, то есть из-за того, что все стали вести себя очень-очень плохо, как издатели, то Mail.ru, они как бы остались примерно какими были и из-за этого, как бы, ну, вроде уже не такие они конченные, как раньше. Ну, это не заслуга Mail.ru, это скорее, наверное, в кавычках заслуга их конкурентов. Вообще, как бы, я всегда говорил то, что Warface сама по себе игра довольно неплохая, если бы не издатель, если бы не Mail.ru, поскольку именно к геймплею, к игровым механикам у меня претензий особо нет. Ну, кроме разве что подкатов на жопе мне не нравится. Претензии всегда были к тому, что в этой игре самые топовые пушки раньше были доступны только за реальные деньги. И причем не просто за реальные деньги, а еще и в коробках удачи, которые нужно было крутить. И, соответственно, приходилось постоянно испытывать фортуну на прочности. Есть куча видосов, где люди вкладывали там по 3-5 тысяч рублей и не могли вытянуть ничего. Есть даже видео, я смотрел, где человек 20 тысяч кредитов на одну пушку скрутил и не вытащил. Представляете, 10 тысяч рублей его просто вкинули в игру и ничего не получили за это. То есть, это просто... Я не понимаю вообще, как можно было до такого дойти. Но, видимо, Mail.ru тоже поняли то, что это как бы людей напрягает. И поэтому сдали возможность получать топовые пушки без вкладывания реальных денег. Помимо того, что, естественно, коробки удачи за кредиты, они остались. Здесь по-прежнему как бы все есть. Вы видите, появилась как бы... Ну, она давно уже появилась, на самом деле, категория варбаксы на время. Но за последний год, как я уже понял, она очень сильно продвинулась. То есть, оружие, которое вы как бы арендуете на время за внутриигровую валюту. У каждого класса сейчас появилась хорошая пушка из этой категории, которая не уступает коробкам удачи. Например, у штурма это им был вал, да, остался. Пушки, которые, ну, ничуть не хуже, чем, там, М-ка, например, да. То есть, как бы действительно достойные стволы, которые позволяют чувствовать себя наравне. Там, у снайпера, например, появилась болтовочка. Как-то там, М-40. Я уж не помню, как она полностью называется. Если честно, сейчас я не найду у меня. Глаз не набит еще в этой. Вот она, М-40А5, которая очень даже достойная. То есть, она ваншотит, у нее хорошая скоростроенность. Вообще, как бы, ну, то есть, понимаете, получилась такая ситуация, то, что теперь, если вы не собираетесь крутить эти обоссанные коробки, то вы все равно можете получить нормальную пушку. Это приятно. Плюс оружие, которое раньше было доступно в рамках категории кредиты на время, теперь доступно либо для покупки за кредиты навсегда, либо для покупки за варбакса на время. То есть, тот же Чейтак, например, можно взять на неделю за 12 тысяч. Ну, не очень дешево, или на месяц, там, за 25. Но, тем не менее, то есть, чтобы вы понимали. Это тоже хорошо. Другой вопрос, что варбаксы, они не вечные, и, как бы, зарабатываются они не так-то просто. И для этого сейчас, чтобы нормально играть, нужна, как минимум, випка обычная. Випка, в принципе, вещь недорогая. 150 рублей стоит на месяц по меркам 2017 года. Free-to-play игр это вообще не донат. То есть, в танках в 6 раз почти больше стоит премиум аккаунт. Но другой вопрос, хватает ли обычной випки? У меня випка осталась еще с рефералов. У меня там куча всякой херни, куча випускорителей. Можно коронных пушек там понабрать где-то на год, наверное. И еще пушек, там, Ктар, Скар и так далее. То есть, которые тоже, ну, с рефералов мне достались. И я, естественно, этим пользуюсь всем. Но, как бы, говорю, випку можно и так купить. Я могу вам сказать, поиграв, что випки обычной достаточно, но только при условии, если вы будете бегать ПВЕшки. ПВЕ это вообще, наверное, гордость такая Warface. В том плане то, что, ну, не так много игр, где бы еще была такая серьезная ПВЕ составляющая, кооперативная. ПВЕшки не особо изменились за этот год. То есть, ну, там появились какие-то новые миссии. Но, в целом, это то же самое. Я только вот заметил разницу, что раньше вроде было две легких, одна с ложкой и одна профа. Сейчас одна легкая, две с ложкой и две профы. Это плюс, потому что за профы больше дают. Другой вопрос то, что профы пройти с рандомными пацанами, ну, скажем так, не с любыми получится. Потому что медики не рессуют и не лечат. Штурмы и патроны не дают. Снайпера там занимаются непонятно чем. И, как бы, ну, если повезет, тема нормальная, то пройдете. Если нет, то, ну, врыло в одно профу пройти мало реально. То есть, с ложкой можно, а проходила вот профу... Ну, я знаю, что вроде есть люди, которые тоже проходят, но это явно не для меня. Значит, ПВЕшки, если все пробегать, ну, может быть, легкую вообще можно забить, за нее мало дают, вот хотя бы вот эти четыре, то вам варбаксов будет хватать на то, чтобы, там, пару пушек в месяц взять в аренду. В принципе, ну, не самый плохой вариант. Это всяко лучше, чем эти гребаные коробки удачи. Также есть еще спецухи. Их стало больше. К сожалению, не настолько больше, насколько бы мне хотелось. Спецухи это вообще классная вещь сама по себе. Проблема их в том, что они надоедают, и они редко появляются новые. Да, первый раз пройти очень интересно. Второй, третий раз, особенно на разных сложностях, все круто. Но как только вы, там, раз пять, хотя бы каждую десять пробежитесь, вас будет тошнить уже от них. И, как бы, ну, награды за них, в принципе, неплохие. Помимо варбаксов и опыта, довольно в больших количествах, также еще и дают за некоторые спецухи коробочки. С донатиком на время, там, ну, можно сик там вытащить, например, за ледокол топор, там, и так далее. То есть, в принципе, вещь полезная, но, как бы, если бы они, например, хотя бы раз в две-три недели бы новые появлялись, это был бы вообще огонь. А так, как бы, ну, неплохо, но маловато. Пвп, в целом, режим остался без изменений. Ну, там было кое-что поменено. В целом, теперь появилась такая еще интересная особенность, то, что за первую победу в каком-то режиме вам дают увеличенный доход, причем сильно увеличенный, там, раза в три примерно. И, то есть, как бы, если вы захотите поиграть, теперь можно просто пробежать все режимы. Я, правда, вот не все играю, например, вот, режимы в стиле КС, там, подрыв, я не играю, не нравится. Я не люблю такие, как бы, я люблю более, ну, мясной такой геймплей. Но, в целом, то есть, как бы, если вот пробегать по ВЕшке, пробегать все режимы, то варваксов будет много. С обычной випкой более чем, там, за два дня можно эти 25, даже за один можно эти 25 тысяч нафармить. То есть, как бы, вообще не проблема. То есть, если вы, ну, не страдаете коллекционерством каким-то, да, и вам просто нужна хорошая пушка, с которой вы сможете нагибать, то это вполне себе достойно. Также еще забыл сказать, что появился такой новый тип оружия, доступный вообще, то есть, ну, просто, как бы, его вам дают. Это легендарные поставщики. Тут есть Сайгрей, Сайга, Хекеранкох, МП5, А5 Кастом и АТ-308. Тоже неплохие пушки в целом, как бы, люди говорят, ну, я, правда, не играл, у меня их нету, но люди говорят, что они хорошие. В принципе, это, ну, есть, да, еще рейтинговые матчи, я их не играл, сразу хочу сказать. То есть, в принципе, изменений немного, но они все хорошие. То есть, я не могу назвать ни одного плохого обновления. Еще забыл сказать, что сейчас бывают периодические ивенты, которые надо покупать за Реал. Тут сразу чувствуется Mail.ru, чувствуете, да? То есть, вот это вот. Вот эти вот, как бы, марафончики, там, нужно их покупать. Ну, не марафончики, я в терминологии тут не силен, короче. Атлас войны, по-моему, называется, нужно за Реал покупать. Но, помимо этого, доступны еще некоторые задания без покупки. Конечно, Mail.ru, это остается Mail.ru. Понятное дело, что они будут бабки пытаться любыми способами высосать. Но, что поделать, это такая компания. В принципе, это все. То есть, больше особо по новостям ничего нету. Стоит ли сейчас играть в Warface? Это большой вопрос. Наверное, не худшее время, да. То есть, достаточно, в принципе. Если, как бы, покупать еще Super VIP-ку, помимо обычной, ну, или хотя бы просто, да, то вообще никаких проблем не будет. То есть, варбаксов будет море. Можно спокойно, там, покупать нормальный экип. То есть, делать, что угодно, вообще никаких проблем не будет. Другой вопрос, то, что, как бы, ну, интересно ли это вам? Давайте скатаем, чтобы я весь видос базарю в ангаре. Давайте скатаем PvP-шечку одну какую-нибудь, я не знаю. Что бы такое. Давайте доминацию, я вот ее не играл. Давно, кстати, не играл ее. Я бегу с Аскаром сейчас. Это очень достойная пушка. Но проблема в том, что она, как бы, на время дается. Ну, но у меня, как бы, дохера их. Я могу там месяца на 1-4, мне хватит точно. То есть, примерно. Вот, как бы, еще есть коронные пушки. Тоже, как бы, с рефералов понакапали там, говорю. Но они мне не очень нравятся, кстати. И VIP-ок. Куча, куча VIP-ки. То есть, я деньги не трачу. Кстати, по поводу добавления друзья. Можете присылать пригласы, я всех приму. То есть, никаких проблем. Если есть желание, PvE-шки побегаем. Я не думаю, что я долго буду играть в эту игру, ребят. Просто потому, что это Warface. Но иногда, вот так вот, знаете, год спустя, вот, ну, почему-то, вот, как бы, ну, в кайф немного. Вот, я, у меня есть такая психологическая проблема. Я не могу серьезно играть в игры, которые делала компания, разработчик, который я не люблю. То есть, есть такая вот байда. Поэтому, как бы, мне в свое время приходится как-то пересиливать себя. Что, блин, Дима, это же Mail.ru, нахер ты играешь в это говно. То есть, так потом, да не, вроде игра-то неплохая. Игра действительно неплохая, у него аналогов-то нет, ребят. Просто нет. Как бы, да, она устарела. Да, ей там уже 4 года, там, или 5 даже уже. Понятное дело то, что, но, именно по совокупности возможностей, и ПВЕ, и ПВП, и спецухи, и ранговые бои, там, и куча всего, как бы, ну, просто нету игр, которые могли бы предложить хотя бы половину из всего, что есть в этой игре. Надо было А в точку брать. Захватываем точку права. Захватываем точку права. Точка права наша. Точка наша. И потеряна. Да, с Аскара нужно в хед стрелять, это я уже понял. Радует то, что он с глушителем все равно в башню ваншоте, по-моему. По крайней мере, мне так показалось. С него можно довольно быстро спиливать, то есть, он вообще очень вал мне напомнил, блин, меня сейчас убьют. Да, ну это глупо было. Так, надо подебить, надо подебить. Они там на Чарли заныкались прямо по жести. У меня нет нормального экипа, толком ничего не открыто еще там. С той же болтовкой, например, там все бегают с этими алмазами, питонами, которые, ну, не позволяют ваншотить. Дико бесит, кстати. Блядь, вообще не заметил. С бизона еще снял, и упал. Так, ладно, зайдем снизу. Хотя нет, не снизу, наверное. Я его вообще не увидел просто, и в голову не попал. Сейчас как раз подлечусь немного. Надо коронный шлем купить, мне немного не хватает. Точка браво в наше, давайте-ка Чарли захватим. Так, тихо, стоп. Господи, какой я рак, а. Ну, еще не догнал. Ой, как криво я зажал. Господи. Еще, кстати, у меня вот был баг сегодня, у меня сунца почему-то сбросилась в игре, и я не могу поймать ту сунцу, которая у меня была изначально. Вот просто не могу ее поймать, я не помню число, и чувствую себя неприятно, вот. С чем это связано, я не знаю. Блядь, я пистолет не мог... Нажал вроде, и почему-то он не вытащил. Блядь, а что он такой живучий-то, я в него так хорошо зарядил. У меня что-то с уроном, ребят, не то. Блядь, эти мины. Вот я их ненавижу просто. Вот это тоже, как по мне, лишняя совершенно херня для Warface, эти мины. Я постоянно, я их не вижу вообще. У меня глаза на них не реагируют, я постоянно на них подрываюсь. У меня, наверное, половина смертей на... На ангаре у меня половина смертей от мин, если не больше. Не я один такой, видимо. Господи, да шо ж такое-то. Я не могу зайти на эту точку Б, долбаную. Блядь, мы проигрываем сейчас такими темпами, если будет продолжаться. Я вообще не люблю в шутерах взрывчатку, когда гранаты, мины, я это все терпеть не могу. Это все, как по мне, все, там уже засел. Сейчас будут... Надо Чарли брать. Мы на полпути к победе, но враг дышит нам в затылок. Минам, блядь, совсем забыл про нее. Да ёб твою мать, сколько можно этих мин? Вот говно полное эти мины, я ненавижу их просто. Я их не вижу, я вообще понимаю, нахуй они нужны просто вот в этой игре. Серьезно, я не понимаю. Что они хорошего дают этой идее? В том, что ты подрываешься постоянно на них. Вот сейчас здесь по-любому там, блядь, мин штук 10 стоит. Криво отстрелялся. Надо в хэд стрелять, я все в тушку пилю, это плохая практика с эскара. Перезарядился. Что-то до хера их там было, я не ожидал, что их там столько. О, господи, застрял. Да проебем сейчас, господи. Такими темпами. Что у нас не шевелится народ-то совсем вообще? Может, вроде хуже меня играть тяжело в эту игру, но, блин, они как-то умудряются. Все, мы приехали, похоже. Не понял, это кто меня убил? Да какой в наших руках у нас команда дебилов, че? Половина народу вообще непонятно, где ошивается. Блядь. Вроде, у меня такое ощущение, что у меня полкоманды АФК. А, нет, вроде у меня АФК. Оказалось, что АФК шут на вас. Потому что врагов много, а... Блядь, не успел. Проебали мы, короче. Надо еще каточку будет сыграть, потому что что-то вообще печально. Блин, с Сенсой не могу с это играть. Надо все равно что-то делать. Вот это меня раздражает, когда... Вообще ненавижу, блядь, когда в игре меняется Сенса. У меня в Квейке до этого там был патч, который сбросил Сенсу. И все, я не могу в него играть. Я не помню, какая была Сенса. Там еще вообще нет значения, полоска это просто. Я не помню, блядь, я какую не поставлю, все не то, все не то. И все, и здесь сейчас такая же херня. Я не помню, сколько у меня было. То ли 20, то ли... Чего хер его знает сколько. Вот вообще не помню. И все, и пиздец, я не могу нормально стрелять. Я ведь не знал, что у нас бросится. Просто я захожу в игру, как это было. Я зашел, у меня просто Сенса там, ну, вообще никакая. То есть я мышкой провожу полметра по столу, у меня там градусов на 40 герой поворачивается. То есть вообще стало вдруг, внезапно. Я поначалу подумал, что может быть на мышке, ну, сбросил. Нет, все то же самое стало. Я не знаю, с чем это связано. Если, кстати, сталкивались с таким, напишите. Еще раз попробуем. Но с этими уродами я не хочу снова играть. Снова надо. Давайте найдем бой. Снова что-то не то. Я чувствую то, что что-то не то с Сенсой. Что, где все-то, блядь? Все, нашлось что-то. Нормально. Ну, и че? Че ждем-то? Я не понимаю, о чем мы ждем. Тут народ ливает, сука, дебилы, а. Это как в ПВЕ тоже собираешься. Бывает, Тима, все нормально. Там два штурма. Да, там два медика. Снайпер там. Ну, все окей. Вроде как бы смотришь. И хуяк народ начинает выходить. Блядь. У меня так горит от этого. Это пиздец просто. Уже все собрали. Уже все. Там отсчет. Три секунды до начала. И обязательно какой-нибудь пидорас выйдет, блядь. А то и не один. Нахуя ты вообще зашел? Ведь все нормально. Тиму собрали. Медиков достаточно. Там звание. Ну, хер с ними. Там разные бывают у людей. Звание не показатель. Как бы я видел и этих бессмертных. Которые сливаются. И тупят. И вообще. Особенно в ПВП. Это вообще. Очень часто бывает. О, я на этой карте-то не играл, ребят. Первый раз на этой карте играю. Вообще не знаю, что делать. Будут тупить, ребят, на этой карте. Я не знаю, тут откуда могут выбежать враги. Первый раз на этой карте играю. Первый раз на этой карте играю. Прикольно. Бурильная установка тут какая-то. Ой, блядь. Чё тут до хера их. У меня ещё есть такая беда, что я... Почему-то у меня нету, как бы... Блядь, это самый хуёвый зажим в истории, блядь. Варфейс, по-моему. У меня нету, как это сказать... Нету рефлекса на выхватывание пистолета почему-то. Я не знаю, почему. Я забываю его вытаскивать. Он у меня выпас, я с... Это откуда ты знал, что я здесь? Я же с двух шагом. Или из-за того, что, видимо, противник умер. Блядь, не люблю играть на карте, вот когда первый раз вообще не знаешь, куда идти. Я понятия не имею вообще, как бы... Блядь, нажал ведь, сука, пистолет. Почему ты не выхватываешь ты его, а? Надо в голову стрелять. Блядь, да что ж такое-то. Точка альфа потеряна. До конца матча две минуты. Захватываем точку Чарли. Точка Чарли наша. Так, точку... Да ёб твою мать, что ж, я же ему в голову вроде, нет, попал. Просто, видите, враги вылетают в не... Не как бы, ну, в... В неожиданных местах. Я не знаю, откуда они могут выйти. И из-за этого тоже проблемы. Я даже... Не знаю примерно, куда смотреть, что чекать. Как наверх-то попасть туда вообще? Чуть первое попадание по нему не засчитал, по-моему. Вот, это чётенькая шапочка была. Точка, браво, потеряна. Мы должны вытащить, пацаны, каточку. Блядь. Я уже никуда нахуй не успеваю, похоже, ребят. Ща вебём такими темпами. Блядь, куда тут идти-то, чтобы выйти, ёбаный рот. Да ёбаный, откуда они появляются-то вообще? Блядь, мы... Давай, 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 точку. Нет, не получается, сука, просрали. Я не успею дойти. Блядь, по-тупому въебали вообще. Чё-то вообще не прёт. Вроде играю хуёво, но почему-то на первом месте почти всегда, я не знаю. Чё не так? Ладно, в общем, будем прощаться. В целом, Warface сейчас, он лучше, чем год назад. Кстати, я забыл совсем сказать, что год назад, ребята, в Warface ещё эти ёбаные фризы были. Помните? Это просто пизда. Там вообще играть невозможно было. Сейчас этих фризов нету. Меня это радует. Я, правда, слышал то, что эту проблему они там месяцев-то так восемь решали, но всё-таки решили. В общем, Warface сейчас... Это не самая плохая игра из фри-то-плей. Вот серьёзно, не самая плохая. По-прежнему, конечно, далеко до идеала. По-прежнему Mail.ru. Но поиграть вот так вот по фану, в принципе, можно. Я, кстати, оставлю свою реферальную ссылку в описании, если есть желание. Если будете регаться, регайтесь по ней. Вы мне тем самым поможете. Вам всё равно хорошо, кстати, даже если вы по ней зайдёте, то получите за это ещё бонусы. Я никого не призываю играть. Не хотите играть, не играйте. Просто, как бы, если будете играть, то лучше по моей ссылке. Так, как бы, вам это ничего не стоит. И плюс бонус, а мне профит. Всё, ребята, спасибо за внимание. Надеюсь, что было интересно. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь. Всем до скорого и всем пока.